الحمد بالله وبالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم علمنا ما أفعنا وإفعلا بما علمتنا وزيدنا علما إلى علمنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة تعين لما بعد Продолжаем إن شاء الله с дозволения Всевышнего Аллаха чтение преданий от салифов رحمه الله и сегодня у нас тема очень тоже важная тема это угодники Аллаха то есть некоторые описания угодников Аллаха и первый от Ибн Масуда то есть это Абдулла Ибн Масуда он говорил говорит поистине среди людей есть как говорится ключики к поминанию Аллаха когда их кто-то видит сразу вспоминает об Аллахе и как же прекрасно это описание для человека что как только его видят постоянно то есть вспоминают Аллаха и так же Ибн Манабих рассказывал то что говорит апостолы как-то сказали Айсе сыну Марьям алейхиссалам говорит кто это угодники Аллаха которые то есть не будут опечалены и не будет для них страха и Айса сказал им алейхиссалам это те которые смотрят в суть этого мирского когда все люди смотрят на его обертку и те люди которые думают об итоге этого мирского в то время как люди думают о том что у них как говорится сегодня есть и они говорит умертвили из этой дуния то есть из этого мирского умертвили то что боялись что умертвит их говорит то есть и они так же оставили из нее то что знают что это оставит их то есть имеется все мирское оставили потому что все мирское оставит тебя как только ты покинешь это И поэтому там, где люди, наоборот, пытаются заполучить больше, эти люди, наоборот, ни в чём не нуждаются, как говорится, всё меньше и меньше. То есть ничего из этой дуни они пытаются себе приобрести. И также, если они вспоминают об этой дуни, то есть как будто бы потеряли просто так, как говорится, время пустое. И говорит, если, как говорится, там, где радуются люди, тому, что они получили что-то из этого мира, они, наоборот, субханно, печалятся этому. И говорит, если кто-то встанет и, как говорится, на их пути из тех людей, которые желают этого мирского, они, как бы, его оставляют и не нуждаются. А что касается того, кто пытается превознестись без права на то, они, наоборот, его, как говорится, унижают. То есть, имеется, унижают каким-то словами и так далее. А миссию совершат, делают так, что, как бы, то есть не нуждаются в нем, не видят в нем ничего великого. То есть, в то время, как люди, там, смотрят на всяких богачей, на всяких актеров, там, я не знаю, спортсменов и так далее, и, субханаллах, у них, то есть, смотрят на них, влюбившись в них, они вообще не нуждаются в них, субханаллах, видят, что это обычные нечестивцы. Говорит, и, субханаллах, то есть, эта дунья, она обвечала, и они даже не пытаются ее как-то обновить. И, субханаллах, как говорится, они, то есть, она также стала рухлядью, и они не пытаются ее оживить, то есть, как-то отстроить и так далее для себя. И они продают это мирское, покупая этим то, что останется вместе с ними. То есть, имеется вечно. Говорит, и они, точнее, они оставили это мирское, то есть, отказались от этого и обрадовались тому, что они смогли это сделать. То есть, и они продали это мирское и, субханаллах, стали, как говорится, то есть, приобрели наоборот из-за того, что они продали все это мирское. И, субханаллах, уже были показатели наказания от Аллаха, субханаллах, для них, то есть, ничего не значит, это мирское, то тогда они, как говорится, оживили воспоминания о смерти, то есть, начали еще и еще больше думать о том, что они умрут. И они, наоборот, убили в себе воспоминания о всём мирском. Они любят Аллаха, любят поминать его. То есть они берут этот свет от Аллаха, говорит, То есть эту фразу я, если честно, не понял. Не знаю, как её перевести. То есть они, как говорится, они выполняют всё то, что в Кур'ане, и, как говорится, распространяют, можно сказать, Аллаху Ам. То есть они выполняют всё то, что пришло в Кур'ане. То есть о них говорится в книге, и они говорят этой книгой. Или же, наоборот, они доносят эту книгу. То есть и так же они обучают этой книге. То есть имеется в Кур'ану и Суни. То есть они обучают этому, и так же сами выполняют всё то, что там пришло. Несмотря на то, что они совершают много деяний, то есть совершают много благого, вместе с этим, субхану, у них нет надежды на что-то хорошее. То есть это не значит, что они отчаялись. Но имеется в виду, они не считают свои деяния чем-то, чем они заслужат по-любому рай. То есть они всё равно сомневаются и боятся наказания от Аллаха, субханаху, ва та аля. То есть это действительно положение угодников Аллаха, субханаху, ва та аля. Продолжим. Вот эта фраза, она означает что? То есть имеется в виду, у них есть удивительные истории, имеется о тех, кто были до них, и они будут удивительной историей для тех, кто после них. То есть помните, я сказал про фразу, что я не совсем понял её. Аллаху Алям, то есть она означает вот это. То есть они являются, то есть у них есть удивительные примеры, то есть имеется вот таких же угодников Аллаха, которые были до них, и они будут таким же примером для тех, кто будет после них. Также от Ибн Абьяуфа, то есть Абдулла ибн Абьяуфа, то есть тот расподвижник, который пророк Алиассалату Асалям, то есть это является доводом, что можно за джамаат людей или же иногда давать салават кому-то, кроме посланника Алиассалату Асалям. То есть это не делается постоянством, то есть они говорят, сал minced allahu алиэйю асалям, про кого-то кроме Аллаха brothers, кроме пророка Алиассалату Асалям. Но иногда можно обращаясь к кому-то, то есть тоже сказать Аллаху Масалли Алейх или же Исал Салли Алейх и так далее, потому что пророк, алейсалату ассалам сказал это про семейство Ибн Аби Ауфа, сказал Аллаху Масалли Али Аби Ауфа или же Али Аби Ауфа разъявил Аллаху Ану, как это пришло в хадисе. То есть он говорил, то есть это один из подвижников пророка, салли Аллаху алейсалям, говорил он Субханаллах, великие слова. Говорит, лучшие из рабов Аллаха, это которые любят Аллаха и делают так, что рабы любят Аллаху то есть имеется ввиду, влюбляют людей в Аллаха, субханаллаху ата'али Каким образом? Таким образом, что они рассказывают им о том, кто такой Аллах, субханаллаху ата'али обучают их и, субханаллах, невозможно невозможно, чтобы человек познал Аллаха субханаллах, а затем не любил его Аллаху Масалли Также Хасал Басри говорил Поистине один человек из подвижников посланник Аллах, субханаллаху алейсалям говорил Говорит Клянусь Аллахом Я клянусь тем, в чьей руке моя душа Если бы вы пожелали, то есть если вы желаете я непременно поклянусь вам Аллахом что самые любимые перед Аллахом это те, которые влюбляют его рабов в него как мы сказали уже до этого и также стараются как говорится по всему то есть везде всем давать искренний совет то есть искренне относятся ко всем людям, ко всем рабам Аллаха субханаллаху Вот так Здесь можно такую, как говорится отходя немножечко от темы так в общем пользу дать то есть если как говорится запомните интересно вам будет поймете ее это будет очень хорошо Здесь Аль-Хасн-Аль-Басри который является одним из таби'инов говорит поистине один человек из подвижников посланника Аллах саллаллаху то есть здесь у нас то есть это не хадис это хабар то есть имеется в виду хабар сахаби это предание от подвижника но вместе с этим например если человек читает Иснат и он весь достоверный все правдивые передатчики то есть он каждый слышал от каждого и вместе с этим таби'ин то есть последний передатчик он говорит такие слова что я слышал от одного из подвижников посланника Аллах саллаллаху что пророк сказал так-то что мы скажем про этот Иснат скажем ли мы что он слабый или же скажем что он достоверный хороший и так далее про этот Иснат если бы этот человек неизвестный был бы не с подвижником а кем-то другим неважно таби'ин то есть сказал мне кто-то из Шама сказал мне кто-то из Ирака сказал мне один мединец или же сказал мне Абдулла то есть его непонятно что за Абдулла и так далее то это тыс над слабый до тех пор пока не выяснится кто этот человек если он был хорошим то есть правильным то есть достойным доверия передатчиком то тогда этот хадис хороший или же достоверный и наоборот но если это братья сподвижник посланника алейсаляту с ним то нам абсолютно без разницы кто это именно потому что абсолютно все сподвижники они достойны доверия передатчики они все являются праведными и правдивыми поэтому если кто-то передает из над весь достоверный до сподвижника из подвижник просто не назван то есть мы не знаем, кто это, но говорится, что это сподвижник, этого хватает, и это дается хороший, достоверный снаб. Таамам. Абу Авана, рахима Аллах, говорил, говорил, «Раэйту Мухаммад Абнусирин, рахима Аллах, я мурру фисуку и вакаббар аннас». Я видел, что как-то Мухаммад Абнусирин, когда проходил мимо рынка, люди, то есть, делали такбир, то есть, все говорили, «Аллаху, акбар, Аллаху, акбар». И халяв говорил, «Кана Мухаммад Абнусирин, кад пуатая гадьян, говорит Мухаммад Абнусирин, ему, как говорится, был дан вот этот путь, то есть, он был очень мудрым, у него было такое поведение, как говорится, то есть, мудрое поведение, тихим, он был спокойным, смиренным, и поэтому, когда люди видели его, они сразу поминали Аллаха, Субханаху, это из лучших качеств, с которыми только может быть описан человек, что когда его кто-то видит, он сразу вспоминает об Аллахе, Субханаху, потому что, Субханаху, сколько таких людей, которых ты видишь, и тебе становится страшно, то есть, от его зла, ты боишься его зла, сколько таких людей, которых, когда ты видишь, тебе противно, бывает, Субханаху, ты хочешь побыстрее уйти, то есть, чтобы не видеть этого человека, сколько таких людей, которые тебе напоминают только о плохом, которые говорят только о плохом, и что говорить, когда среди не всех появляется тот человек, которого, когда ты видишь, ты вспоминаешь только об Аллахе, Субханаху, и лишний раз вспоминаешь Аллах, Субханаху. Вот так. Также Ибн Абеддуни, арахмаллах, говорил, То есть говорит, как-то раз мне написал То есть как он, этот Исхак Ибн Абин Абата, он провел То есть много лет, просто Будучи Муэззином в мечети Бану Амар Ибн Саад То есть он обучал То есть молодежь, маленьких То есть детей и так далее, обучал их Книге Аллах и не брал за это ничего То есть он умер до того, как То есть вскопали ров За 30 лет, Аллаху Аля Про какой именно ров здесь говорится, может быть Была какая-то битва, Аллаху Аля, не знаю То есть и когда уже Начали копать этот ров, а его могила Была там, хорошо, то есть тогда Некоторые из его, как говорится, приближенных Они пришли, то есть чтобы вскопать его могилу И перехоронить его Говорит, что Игорь, когда Вскопали ров, а он был, то есть его могила Была в этом рову, то есть рву, хорошо То есть они его вытащили оттуда И он был таким же, как когда его похоронили И абсолютно ничего не поменялось Кроме вот этого его савана, хорошо То есть его одежды, в которой его похоронили Она высохла, то есть хорошо То есть высохла, обидшала И то есть то благовоние, которое положили Оно разошлось по нему И он был накрашенным То есть накрашенным, что значит Имеет в виду хной, подкрашенные глаза И так далее И, субханаллах, это хна просто То есть И он, то есть когда открыли его лицо То есть или же его лицо было открыто Просто, то есть это хна разошлась То есть, как говорится То есть, ну, с водой по его бороде Или же наоборот, точнее То есть он был, то есть Подкрашенным глазами, имеется в виду с этим Как называется А, нет, субханаллах То есть у него была борода накрашенная То есть у него была борода, окрашенная хной И они увидели То есть когда его лицо было открыто Что эта хна То есть ушла к его Кончикам его бороды Субханаллах То есть это значит Либо что просто хна отошла Либо что даже борода у него росла Аллаху Акбару И тогда Мусейб ибн Загейр Пошел к Абу Джагфару Абу Джагфар, то есть это Мансур, то есть правитель В того времени он пошел В то время, как он был То есть в замке Умму Муса Ибн Тихча Ибн Абдель Малик То есть который находился На берегу Фурата Ефрат То есть Фурат Это Ефрат Река в Ираке В Багдаде Аллаху Аля И рассказал ему о том Что случилось Исубханаллах Смотрите, что сделал Абу Джагфар То есть ночью он сразу То есть пустился в путь И поехал туда До тех пор, пока не увидел его И тогда он сразу Той же ночью Повелел его похоронить Где-нибудь И чтобы никто его не видел И никто То есть ни для кого Это не оказалось фит То есть не построили На его могиле Что-нибудь Не поклонялись им И так далее Субханаллах Вместе с тем, что мы знаем И мы читали уже То есть много глав о том Что было То есть у тех правителей И так далее Что-то из любви К этому мирскому Было что-то у них Из несправедливости И так далее И тому подобное Что салифы То есть говорили Им об этом Вместе с этим Посмотрите Субханаллах Какой был То есть какое Все равно было В то время Единобожие Какое было Единобожие То есть Субханаллах Сразу для того Чтобы люди Не были испытаны Ширком Субханаллах То есть это самое великое Это самое страшное фитна И это самое первое фитна Которое было Было у людей То есть в плане Ширка Это могилы Праведных людей Субханаллах Это самое-самое Первое заблуждение И это то Во что попадают И сегодня люди К большому сожалению То, с чего это началось В принципе Самый первый Ширк В народе Нурха Это когда То есть людей похоронили И начали поклоняться Этим могилам Аллах Пусть Аллах Субханаллах Убережет нас И наших близких От любого предавания Еще кого-либо Тамал Следующая у нас глава Это Это братья искренность И это Субханаллах Наверное Одна из самых важных глав В этой книге Которую обязательно Нужно очень внимательно Послушать То есть это братья искренность И То есть порицание Лицемерия И также показухи Пусть Аллах Субханаллах Убережет нас И очистит наши сердца Амир ас-ша'аби Амир ас-ша'аби Это как я уже говорил Амир ас-ша'аби Рахима Аллах То есть один из стаби Айнов Он говорил Как-то Умар Написал Абу Мусе Абу Мусе Абдуллах Абнухайс Аль-Аш'ари Аль-Аш'ари Когда мы говорим Аль-Аш'ари От сподвижников Это не Аш'ари Аль-Аш'ар То есть это место Местечко То есть деревушка В Йемене То есть они были оттуда И братья Али-Ас-ша'ат Хвалил эту деревушку То есть и те кто оттуда Говорят что у них Очень красивые голоса То есть они Читали очень красиво Кур'ан То есть написал ему Такие слова То есть тот Чьё намерение Будет искренне Аллах Как говорится Исправит его Или же возьмёт на себя То что между ним И между людьми А тот же кто То есть украсится Перед людьми Тем что нету Что не знает о нём Аллах То есть имеется Что нет у него в сердце То есть не знает о нём Аллах То есть Аллах знает Скрыто Имеется то Что у него нету Этого в сердце И он то есть пытается Людям показать Что как будто бы Это у него есть То такого Аллах Субхану Талли Как говорится Обесчестит Опозорит такого И говорит И говорит Смотрите То есть из пути салифов То что они когда долго То есть не писали Друг другу Просто слали друг другу Напоминание Это очень хорошее Сунна То есть постоянно Напоминать братьям Об Аллах Субхану Талли Это то чего Не хватает И то чего иногда Братья стесняются То есть просто Иногда хотя бы Напоминать людям Об Аллах Субхану Талли Братьям своим То есть теми То есть не лишний раз Шутку пошутил Или еще что-то А просто напомним Об Аллах Субхану Талли Или же слова Кого-либо из То есть имамов И ученых И так далее То есть к этому Нужно относиться Серьезно И принимать Стараться Принимать Насыха От кого бы то ни было То есть если человек Тебе искренне это пишет Аллах Субхану Талли Тааман Также Ибн Мухайриц Рахима Аллах Говорила На Умар Ибн Хаттаби Радай Аллаху Ангу Дуай Или Авалима То есть когда раз Умара Ибн Хаттаба Радай Аллаху Ангу Позвали на Валиму То есть на празднество То есть свадьбу И так далее И когда он покушал Он вышел И сказал Субхану Аллах Говорит такие слова Мне бы пожелал Чтобы я не приходил На эту еду То есть я не находился бы здесь Когда ему сказали Почему правитель правоверных Он сказал Поистине я думаю Что этот человек Совершил То есть ну вот это дело То есть иметь Вот это празднество И так далее Только для показухи То есть Аллаху Алим Наверное То есть Как говорится Накупил всего И так далее Чтобы люди потом сказали Что вот Машаллах Сколько он там Людям дал И так далее Накормил Субхану Аллаху То что происходит Сегодня среди мусульман Всех Не какой-то конкретный народ Абсолютно все мусульмане Сегодня К сожалению Когда кто-то выходит замуж Когда кто-то женится Во-первых Как говорится И все соседи Абсолютно все Должны знать Кто кому Какой брачный Да сколько Этот что купил А тот что купил Абсолютно всем дело есть И поэтому Мискины которые женятся И которые выходят замуж Либо же откладывают Свои свадьбы Пока не накопят Вот эти вот Огромные состояния И так далее Субхану Аллах Посмотрите братья Как же шейтан Как говорится Играется с людьми Как же Субхану Аллах Он истевается над людьми В то время Во время нас подвижников Во время нас Субхану Аллах Крок Али и Салят Восемь первые Три поколения И даже дальше Сделать Совершить Зина Прелюбодеяни Было чем-то Очень трудным То есть нужно было Скрыться Чтобы не дай бог Тебя никто не увидел Там и так далее И тому подобное То есть надо было Столько всего сделать Хорошо То есть пока Гается поднапрячься И только тогда Ты мог совершить То есть этот грех Прелюбодеяни Пусть Аллах Субхану Аллах Бережет нас И наши семьи От этого Но вместе с этим Жениться Субхану Аллах Ты мог Как говорится На молитву Асар Выйти на улицу И на Махреб Уже вернуться с женой То есть вообще Это было что-то То есть Лёвка Идёшь к Вали Если он доволен тобой Доволен твоей религией Знает, что ты хороший человек И так далее То без проблем Отдаёт её за тебя Всё И никому дела нет У какой брачный дар Что ты там подарил А подарки невесты А подарки друзьям невесты А подарки там Братьям, сёстрам невесты А братьям жениха Что подарили А это А на какой машине забирали Никому дела не было Субхану Может даже не на машине Может там на ящерка посадил Посадил И то если рядом живут Могут Как говорится Сам с ней пешком прошёлся И так далее И это, братья Это правильно Субхану Пророк Али Саляту Сказал Что самый Больше баракатов В той семье То есть чей махар Был маленький То есть зачем Некоторые люди Как будто продают Своих дочерей Субхану Миллион Два миллиона Тысячами Сотни тысяч Ты Аллаху Продаёшь что ли Свою дочку Субхану Ты барана Продаёшь кому-то И поэтому Братья усложнили Это дело Почему? Потому что полностью Подавились То есть вы непременно Последуете Обычаям Тех кто был до вас Так как это Братья делают Каферы То есть если мы Сегодня посмотрим На западные ценности То они женятся Очень поздно Почему? Потому что нужно Содержать семью Потому что ты же Как они говорят Спиногрызы у тебя Родятся У тебя родятся То есть лишний рот Лишний рот Хуже пистолета Как говорится То есть он будет Кушать с тобой И так далее И тому подобное Нужно То есть максимум Один-два ребёнка Сегодня мусульмане Так мыслят Субхану В то время Как посланник Аллаха Салаллаху Алисалям Говорит То есть женитесь На часто рожающих Говорит То что я буду Хвастаться Большим количеством Моей общины Ты Субханаллах Полностью наоборот Этого хадиса Работаешь То есть у тебя Один-два ребёночка И то Когда ты там Лет 30-40 Женился Почему? Потому что Ну уже надо Чтобы хоть кто-то После меня остался И так далее Субханаллах В то время Как наоборот Нужно Субханаллах У тебя Ребёнок До 40 лет Твоя дочь До 30-35 лет Если сидит Неужели ты думаешь Что шайтан Субханаллах Не обманет их Неужели ты думаешь Что они попадут В какие-то скверные грехи И так далее Посланник Аллаха Салаллаху Алисалям Обращаясь к молодым Сказал Кто может из вас Женитесь Кто может из вас Женитесь То есть каждый Должен жениться То есть это что-то Из сунны пророка Алисалату Это прекрасная сунна Пророка Алисалату Как он сказал Сам Алисалату Поистине Я женюсь на женщинах А кто не желает Мои сунны Кто не желает Моего пути То тот не от меня Субханаллах То есть пророка Алисалату Даже как говорится Проявил свое Непричастие К тому человеку Поэтому это Братья Очень и очень важно То есть обязательно Нужно Жениться как можно раньше Выходить замуж Как можно раньше Выдавать своих дочерей Как можно раньше Женить своих сыновей И этим должен заниматься Отец в семье Не мать должна У которой нет абсолютно ревности Хотела бы она того или нет Нет у женщин ревности Аллах Не создал ревнивыми За своих женщин Они ревнивые По отношению к мужу Чтобы головную боль Ему устраивать Мозги ему делать И так далее В этом да Они ревнивые Но что касается Своих дочерей И так далее Нет ревности у женщин Хотим мы того или нет Аллах Так создал Только мужчина понимает То есть какого мужчина Он смотрит На другого мужчину Как на себя То есть когда он отдает Свою дочь Он знает Что это за мужчина То есть он может Из каких-то его То есть повадок Как говорится Понять каким он будет мужем Потому что сколько у нас Братья таких примеров И скажем Извините что я отошел Тема просто тема важная И шалатали Я думаю не будет лишнего Упомянуть об этом Сколько мы знаем Таких хороших братьев Который брат хороший Маша Аллах То есть он любому поможет Но вместе с этим Каким бы он хорошим братом Не был бы Он плохой муж Так же Так или не так То есть сколько таких братьев У нас есть Он отличный брат То есть он мне Маша Аллах Что не попроси Его всем поможет И так далее Даже может просить его не надо Но вместе с этим Муж он скверный Субхана То есть как только Заходит за порог дома Это абсолютно Другой человек И это Субхана Абсолютно не из сумны Посланник Наоборот сказал Что самый лучший из вас Который лучший к своей семье Твоя семья Имеет больше права Чем я на тебя Чтобы ты был То есть к семье хорошим А не со мной То есть если ты не будешь Со мной хорошим Это еще То есть нормально Простительно Но вместе с этим Со своей семьей Ты должен быть самым лучшим К своей жене К своим детям И так далее И тому подобное Поэтому То есть возвращаемся К этим Это то есть Очень важное дело Очень важное дело То что обязательно То есть должен человек Во-первых И вы оживляете То есть братья Не надо поддаваться Субханалу Оживляйте эту сумну Оно трудно Всегда тот Кто оживляет что-то Ему бывает трудно То есть если ты например Женишься Как говорят некоторые народы Говорят Я не хочу Чтобы у меня дочка Вышла замуж Как будто у меня Во дворе собака умерла Ты Субханалу Будь как раз таки тем У кого собака умерла Или же женись так Как будто у тебя собака умерла Значит что ты не накрываешь на стол Накрой на стол Но будь из числа тех Особенно если на тебя смотрят люди Которые делают это скромно Чтобы не было Из-за твоей причины Фитны Например бедному Кто не может на это себе позволить И не было Субханалу То есть наоборот То есть бедный человек Как говорится В долги во все влезает Лишь бы у него получилось Чтобы люди о нем Ничего не сказали Не задумайтесь О том что говорят люди И в шаватале Вернемся К нашей теме Так-то все отошли Аллаху ам Просто увидел в этом пользу Поэтому поминул Это Али ибн Абиталиева Ради Аллаху Анну Говорил Тот чье явное будет лучше Чем его скрытое То есть весы деяний Такого человека В судный день Будут легкими Тот же чье нутро Будет намного лучше Чем его То есть явное То что видят люди То такого человека Весы То есть судный день Будут тяжелыми Просим сегодняшнего Аллаха Субханатара Чтобы утяжелись Наши весы Весы благих Деяний В судном день Атай ибн Атай ибн Ас-Саиб Рахима Аллах Говорил Балагани Али ибн Абитали Ради Аллаху Анну Говорит Атай ибн Ас-Саиб До меня дошло Что Али Ради Аллаху Анну Сказал такие слова Аль-Амалу салих Аль-Ладзи ля Туриду Ани Ахмадака Али-Хи Ахадун Илля Аллах Субханна То есть имеется Ты желаешь этим Только одного Только Али-Калла Субханна Некоторые люди Когда дают садаха Ждет Что вот сейчас Сейчас он скажет Машаллах Что ты там Такой молодец И так далее И тому подобное Или же кто-то Например дает кому-то садаха А затем этот человек Которому дали садаха Он как-то проявил То есть не обратил внимания Обиделся Или же оскорбился Или как-то оскорбил Человека Который дал ему садаха И у него сразу в сердце То есть как говорится Всполыхает Колыхает огнем То что вот как-то Я тебе Субханна Дал А ты мне Знаешь же Что если у тебя в сердце Появились эти мысли Значит ты дал Это действительно ему И дал это ради него Как говорится А не ради Всевышнего Аллаха Субханна Тот же кто дает ради Аллаха Никогда не думает об этом То есть какая разница Ты даешь То есть на пути Аллаху Вот так Ибн Мас'уд Радай Аллаху Говорил Ман раа фиддунья Раа Аллаху Бхи яумал кияму Ман ясву Ман юсаммиа фиддунья То есть и так же Это слова пророка То есть Есть такой же достоверный хадис Который привел Бухарий Муслим Говорил Тот кто будет проявлять Показуху На этом свете То Аллах Поступит с ним Так же в судный день То есть ученые говорят То что имеется Выявит его это И его наградой Будет только то Что люди узнают Вот что он для них Это сделал А тот же кто То есть желает Чтобы о нем Как говорится Услышали На этом свете То Аллах Так же и поступит С ним в судный день То есть вместо Выявить его нутро Для людей Пусть Аллах Субхану Талям Бережет нас И исправит наши сердца Хузейфа Ради Аллаху Анну Говорил Говорил Лицемеры сегодня Намного хуже Чем в то время То есть во время Послания Каллах Субхану Аллаху Потому что тогда Они скрывали Свой лицемерие Что касается Сегодняшнего дня То они явно Его выявляют То есть и никто Никого не стесняется И не боится Аллаху Муста Также То есть сказал Один человек Я боюсь Что я лицемер И Сказал Великие такие слова Если бы ты действительно Был бы лицемером Ты бы этого не боялся То есть тот человек Который действительно Боится за себя Лицемер Этот человек И является Верующим Как это говорил Если я не ошибаюсь Что я говорит То что Или же То есть сказал Либо же Видел 30 бадритов Или же То есть имеется Тех кто участвовал В битве при Бадре Или же просто Сподвижников Посланника И каждый из них Боялся лицемерия Для своего сердца И не было среди них Даже одного Кто сказал бы Я верующий И у меня полноценная вера На этом мы сегодня завершим Резакул Аллах Этот лап И Алей Алей И И Арна И Арна Арна Что